Всем привет! Вы на канале Лара Абхазаманка. Сегодня долгожданный выходной, суббота. Ну, правда, уже день практически заканчивается. Второй час дня. И я иду по делам, можно так сказать. Хочу зайти в Айлберрис, получить заказы. И иду в ателье. Сдавала брюки. Если брюки в ателье, молния испортилась, я бы, конечно, могла и сама зашить. Но что-то у меня времени нет. Вот отнесла в ателье, и две недели мне всё никак не сделают эту молнию. В смысле, надо перешить, новую вставить. Две недели, обещали позвонить. Никак не звонят. Вот иду сама. Если я её до сих пор не сделала и заберу, буду сама вшивать. У нас, как видите, снег, зима, зима вступила в свои права. Ребята, как у вас? Как у вас в ваших краях? Выпал снежок или нет ещё? Даже не знаю, радоваться этому или нет. Но я думаю, первому снегу радуются все. Я, честно говоря, не очень-то люблю зиму, хотя зимой родилась в январе, практически сразу после Нового года. Но зиму не очень люблю. Хотя, знаете, раньше любила. Любила раньше в детстве. Зимы были такие. Настоящие зимы. А детство моё прошло на Урале, в Пермском крае. Тогда это была Пермская область. Я многим девчонкам, многие девчонки, у меня подписчики есть с Урала. Я им всегда говорю, что я практически ваша землячка. Так что, ребят, раньше зиму любила. Очень любила. Ну что, сейчас я вам немножко покажу, что у нас тут творится. Вот, смотрите, всё замело. Дорога вся в снегу. Людей практически нет. Там вдалеке, вижу, гуляют. Странно, что дети обычно на первый снег выходят. Снежки, снеговики и всё прочее. Ну, нет детишек. Обычно вот на стадионе, на стадион они выходят на школьный. И лепят снеговики, играют в снежки. Ну, нет. Вот там впереди, вижу, правда, детки, наверное, уже наигрались. Ребят, пока иду, кое-что вам расскажу. У меня некоторые подписчики... Правда, я задавала вопрос. Помню, задавала вопрос, когда я была на кладбище. Помните этот ролик? Я задавала вопрос. Друзья, что бы вы хотели, чтобы я вам снимала? Но, вы знаете, я поторопилась с таким вопросом. Это хорошо, когда есть время, и люди что-то снимают. И люди что-то снимают. А у меня нет выбора. У меня совсем мало времени. И могу снимать только то, что успеваю, то, что могу снимать. А мне уже подписчики начали писать. Что мы хотим, чтобы вы нам рассказали, какие книги вы прочитали. Какое у вас хобби. Показывайте то, что вы готовите. Завтраки, обеды и ужины. Ребят, какие тут завтраки, обеды и ужины. Готовлю я на выходных днях. Наготавливаю, можно сказать, дня на 3-4. Беру с собой коробочки на работу. В столовой я редко хожу на работе. И выходные дни, да, готовлю. Но показывать, как я готовлю это всё, как бы тоже на это надо время, чтобы там всё настроить. Камеры поставить, потом смонтировать. Нет, у меня на это время нет. Книги, ребят, как вы понимаете, мне тоже практически читать некогда. Последнюю книгу я прочитала в поезде Дэн Браун, кот да Винчи. Могу сказать, что я потрясена этой книгой. Я несколько раз начинала её читать. Помню, ещё муж лет 16 назад купил эту книгу. Читал, помню, её захлёб. Я думаю, так он читает её увлекательно. Думаю, да и я возьму, прочитаю эту книгу. Нет, что-то мне тогда эта книга не зашла, вот только я начала читать и сразу бросила. А вот в этот раз прямо я тоже прочитала эту книгу в захлёб. И всем советую. Да, немножко ныгновато, может, некоторым покажется. Но если вдуматься, вчитаться во всё. Эта книга просто замечательная. Также я любила читать. Любила. Я и люблю, конечно, просто некогда читать детективы. Я просто обожаю читать детективы. Помню, Юлия Шилова. Я покупала каждую новую книгу. А сейчас посмотрела, не могу. Но я, правда, плохо смотрела. Не могу найти, где сборник мой Юлии Шиловой. Куда я его запрятала? Куда запрятала, не могу найти. Поэтому девчонки, может, и мальчишки, но этот женский детективы, Юлия Шиловой, тоже читала Юлию Шилову просто, просто взахлёб. Ещё помню, в школе я не любила Достоевского, а лет 5-6 назад прочла все его книги. И особенно запомнилось село Степанчиково, его обитатели. Тоже вообще просто была поражена, просто была поражена роман или повесть, уже не знаю. Но очень мне было любопытно читать, очень любопытно. Чехова также перечитала последние 5-6 лет. В общем, классику, ребята, я обожаю. Так, сейчас я, наверное, уже, не наверно, а точно подхожу к ателье. Брикмахерское ателье, всё в одном. Работает оно или не знаю в субботу, но сейчас узнаем. Забрала, друзья, брюки. Девушки сказали, что мне звонили несколько раз. Хотя никаких звонков у меня не было. Может, телефон я неправильно не записали. Не стала даже мерить. Смотрела, что молния работает. И всё. Забрала брюки. Слава Богу. Ребята, иду и думаю. Наговорила вам некогда, мне некогда. Вы, кто меня смотрит, мои постоянные подписчики, кто любит мои видео, я вас ни в коем случае не отпугиваю. Ролики я буду снимать обязательно, когда у меня будет время. А раз в неделю это гарантированно. Ой, поправлю, ребят. Капюшон. Гарантированно раз в неделю ролики будут на выходных днях. Я обязательно буду что-нибудь снимать. Будут или родители, или мои примерки. Вот сегодня нас тоже будет взять примерка. Потому что на Вазбрисе я заказала платье летнее, правда. И ещё кое-что. Потом вам всё покажу. Будут, конечно, и секонд-хенд. Я пока ещё никуда не ходила. Но буду ходить обязательно. Буду вам показывать свои покупки, примерки из секонд-хенда. Уже прямо жажду, жажду туда сходить. Давно не была. Как приехала, ещё никуда не ходила. Всё, времени нет. Будут другие заказы. На том же Васильке, в Адрисе. Будут заказы и будут примерки. Девчонки ж любят примерки. Я знаю, что даже мальчики любят. Есть у меня такие мальчики, которые смотрят мои примерки. Так что будут ролики обязательно. Будут мои прогулки по Брянску. Я вам обещала прогуляться, показать дворец единоборств. Но это, наверное, на следующий выходной. И даже обещала ходить туда в бассейн. Пока, девчонки, мальчишки, не могу ходить в бассейн. Потому что у меня до сих пор ещё покашливание осталось. Вроде бы кашель как уже прошёл. Но иногда я всё-таки покашливаю. А дочка с зятем ходили туда, сказали, что не особо-то и тепло там. Поэтому вот выздоровлю уже. Выздоровлю и пойду в выходной день на плавание. Друзья, что я с ней делала практически целый день? Утром я встала полдесятого. Как никогда, представляете, каждый день в шесть утра, а это полдесятого. С таким наслаждением я выспалась сегодня. Другие выходные, вы знаете, к родителям тоже стою рано. Тоже встаю рано, уезжаю. А сегодня как никогда встала и сделала себе кофе сварила с молоком, с булочкой, с маслом. Ой, так люблю быть дома. Просто красота. Я завидую другим блогерам, которые не работают, отстают и чуть ли себя не с постели начинают показывать. Вот я проснулась. Посмотрите, какая сонная. Сейчас пройду на кухню, сварю себе чашечку кофе. Да-да, есть такие блогеры, которые начинают показывать свою жизнь с постели. Я, кстати, смотрю такую блогершу и не понимаю, почему интересна чужая жизнь. Когда есть свободное время, я смотрю эту женщину. Эта же женщина, почти моя ровесница. И она показывает именно бытовуху. Она нигде не работает. Она вот только занимается блогерством. Показывает, как она живет. Завтраки, ужины, обеды. Иногда она выезжает куда-нибудь в ту же Абхазию. У нее есть ролики про Абхазию. Это Санкт-Петербург, сама на москвичка. Но вот в основном бытовуха. И люди смотрят ее. Смотрят, в том же числе и я. И это почему-то интересно. Наблюдать за чужой жизнью. Но я так снимать не буду. Нет, нет. Я так про себя, конечно, снимать не буду. В том доме, я вам показываю, в обычном панельном доме у нас Вальдерис. Вот, ребята, что я вам еще хотела сказать. Значит, да, попила я кофе. Потом я... Что же я делала потом? Потом я разговаривала по телефону. С кое-кем очень долго. Потом я поставила овощи варить на винегрет. Хочу очень винегрета. Потом я покрасила волосы. Может быть, даже заметили. Сама покрасила. Обычно я прошу дочку. Но в этот раз ее не допросилась. А вот в редких случаях я хожу в парикмахерскую. Подстричь волосы и покраситься. Но в этот раз я решила, почему бы мне самой не попробовать. В общем, выкрасила. Не знаю, как. Как с шампунем, ребят, руками размазывала всю голову. Как с шампунем намылила эту краску. Вот не знаю, что у меня получилось. Приду домой. Посмотрите. Ребят, получила заказы. Примерила платье. Оно такое мятое-мятое все. Ничего не понять. В общем, я только посмотрела, что оно мне по размеру. И все. Взяла это платье. И еще кое-что. Кому интересна моя примерка, оставайтесь со мной. Сейчас приду домой, поглажу его, правда. И покажу вам. Друзья мои, я уже дома. Сейчас вам покажу сначала не платье, а другую покупку. Так, это в такой коробке. Тяжелая. Я ее открыла уже, правда. Еще там открыла. В адресе, чтобы посмотреть. Не разбита ли банка. Так, вот пупырышки. Прочитайте, что тут написано. Урбич. Урбич. А я одену очки. Пожалуй, я без очков, ребята, вообще уже совсем ничего не вижу. В общем, компьютер до хорошего не доведет, ребята. Урбич из семян теплого льна. Живой продукт. Почему я купила это? В поезде. Кто смотрел мое возвращение из Абхазии, в поезде моей попутчицы, была Наталья из Белоруссии, из Гомеля. И она не посоветовала вот такой продукт. Но не только этот. Урбич. Я, правда, честно говоря, еще пока не понимаю, что означает слово урбич. Но он бывает не только из льна, например. Он бывает из семечек всяких разных, кунжута. Он бывает из орехов, миндальные и всякие разные урбич. Так. Она говорит, что, по-моему, Дагестан. Надо покупать Дагестан производство. Так. Ребята, вообще не вижу, кто изготовил. Дагестан, да. Республика Дагестан, город Махачкала. Так. Здесь я не прогадала с Дагестаном. Лен отличается высоким содержанием омега-3, клетчатки и фитогормона. Так. А дальше так мелко. Благодаря чему? Предотвращает болезни сердца и сосудов. Нормализует уровень холестерина. Незаменим для женского здоровья. Как его употреблять? Пока тоже не знаю. Прочитаю в интернете, как его употребляют. Ну, Наталья очень, в общем, собственно, хвалила этот продукт. Будем пробовать. Будем пробовать. А потом перейдём на другие. Там, из семян кунжута, на орехи и всё прочее. Там много-много из чего делают урбич. В общем, ребят, стоит это сколько здесь? 965 грамм. 381 рубль. Баночка эта стоит. Всё. Больше заказов нет никаких, кроме платья. Сейчас будем мерить платья. А, кстати, ребят, брюки, но я их уже не показываю, брюки в ателье я получила. Если кто хочет знать, сколько стоит работа вшить молнию в брюки, то работа эта стоит 500 рублей, по крайней мере, у нас. Мне просто не захотелось заморачиваться. Не захотелось. Не захотелось заморачиваться. Так бы я и сама посидела бы и вставила бы эту молнию. Ничего в этом такого особо сложного и нет. 350 рублей работа, они сказали, и 150 рублей самому у меня стоит. Надо тоже померить брюки. Может, они криво вшили, они не застегнутся. Всякое может быть. Всякое может быть. Всё, ребята, меряем платье. Нет, друзья, и... Нет, друзья, пока не меряем. Мне надо же буду показать. Сейчас я одену очки. Платье в горох. Последнее моё видео про дачу Сталина. Я сидела перед вами в рубашке шоколадного цвета с белым горохом. И мне моя подписчица написала, что горох простит человека, и он мне не к лицу. Я простушка. Я простушка в этой рубашке с горохом. Ну вот, не знаю, то ли вопреки, как это получилось, я опять же купила горох. И крупный горох, ребята, крупный прямо. Вот посмотрим, как я буду в этом платье. Простушка? Не простушка? Посмотрим. Ну, скорее всего, простушка, потому что... Кстати, кстати, я же вам сказала, что вы посмотрите, что я сама покрасилась. Ну, при таком свете вообще, конечно, ничего не видно. Темно у меня в квартире, темно. Сама, как с шампунем, намалевала всё. Вот так, вот так всё намалевала. Без кисточки. Что у меня вышло? Надо ещё подстричься. Не знаю, ребят, что у меня вышло, скажите. В общем, дурдом. Дурдом солнышка. Ну, вот так я и живу. Просто высохли сами, не феном, просто сами высохли, поэтому на голове никакой укладки, в принципе, как и всегда. Я не умею ни укладываться, ничего не умею. Раньше постоянно на бигуди крутилась, сейчас я и этого не делаю. Поэтому, девчонки, девчонки, скажите, что мне сделать на голове? Короткую стрижку не хочу, ни в коем случае не люблю короткие стрижки. Отпускать длинные волосы это тоже не для моего возраста. Что мне сделать? Что мне сделать? Вообще, посоветуйте, пожалуйста. Буду ждать ваших комментариев. Поэтому и простушка. Краситься тоже не люблю. Вот губы накрасила, всё и пошла. Так что, вы правильно сказали, я простушка. Просто простушка. Я вижу, как другие блогеры перед камерой, они накрашены, сидят, как королевы. Но я не бьюти-блогер, я вот какая есть живая женщина, простая русская женщина, живая. Такая я перед вами и стою сейчас. Все эти намазюкования, это всё не для меня. Всё, меряем платье. А, нет, не меряем. Ребята, извините меня, сегодня не ролик, а что-то с чем-то. Я же вам не рассказала. Когда я выбирала это платье в горох, там было написано, отзыва вообще не было. Был только один отзыв, ну, неплохой, правда, отзыв был, и всё, больше отзывов не было. Но самое главное, что написал продавец. Он написал, что это платье трикотажное, совершенно не мнётся, это платье подходит для отдыха. Вы его достали из чемодана, и оно в таком же виде, как и было. Ни капельки, не помнётся. Но когда я получила это платье, я никакого трикотажа не увидела. Кстати, я и не хотела, чтобы оно было трикотажным. У этой девчонки, которая написала отзыв, по фото, я увидела, что оно явно не трикотажное, поэтому я, собственно, его и заказала. Зачем мне трикотаж на лето? А что пишет производитель? Производитель пишет, ребята, хлопок 80% и полистер 20%. Как-то правильно показать, чтобы вам не перевёрнута что-то, я ничего не вижу. Ну, в принципе, я вам зачитала. 80% хлопка. Платье вообще дышащее, на лето, в общем, супер. Ну, а теперь просто смотрим его на мне. Так, ребята, я уже вижу, что оно мне слегка маловато в груди. Немножко вот здесь расходится, но я белошвейка. Я знаю, что здесь сделать можно. Вовнутрь можно пришить кнопочку. Кнопочку. и всё будет окей. Ну, естественно, я простушка. Мне кажется, деревенское платье, да, девчонки. Ну, а для лета... Не знаю, как вы видите меня во всю длину. И ещё, мне кажется, оно коротковато мне. Длина, не та длина, или или та длина, девчонки. Я даже, честно говоря, сейчас не пойму, вы видите меня в полный рост или нет. Надеюсь, видите. И, может быть, к нему пояс, ремень. Я вытащила один ремень. У меня есть или совсем тоненький чёрный ремешок, но тоненький не знаю. Я хочу попробовать не тоненький. У меня есть только вот нарядный пояс чёрный ремень. Не пояс, это ремень. Нарядный на простецкое платье деревенское не подойдёт. Так. Нет, наверное, не то. Да? Совсем сюда этот ремень никак. Никак. Тоненький пока не буду мерить, потому что не знаю, где он. Тоненький не знаю. Ну, минутку. Так. Нашла, в принципе, тоненький ремень. Давно он мне может даже уже и не застегнуться, потому что он у меня сто лет и покупался, когда у меня была какая-то ещё талия. Так. Девчонки, что теперь? А теперь то, что это платье мне мало. Мне так кажется. талия потому что талия не на месте. Высоко талия поднята. И ремень здесь явно никакой. Никакой ремень здесь явно не подойдёт. Наверное, лучше вообще без ремня. ремня, я думаю, просто вот так. В общем, девчонки и мальчишки, если вы смотрите, это платье 56-го размера и стоит 982 рубля. В общем, жду ваших комментариев, девчонки и мальчишки. Но я уже... Ой, все, вышли волосы из моего пучка. Но я уже представляю, что вы напишите, потому что что-то уже сама я, ну, не очень довольна этим платьем. Еще сейчас вам покажу кое-что, что нас ждет в следующем ролике. Не сегодня, сегодня некогда мне. Распущу эти волосы, все равно выскочили. А в следующем ролике нас ждет вот эта коробочка. Вот в этой коробочке, ребята, называется коробочка переделок. Все вещи, которые мне нужно переделать. Я буду все примерять, все буду примерять. А вы каждой вещи вынести свой приговор. То ли ее перешить, то ли носить с удовольствием, То ли вообще выкинуть, то ли кому-то подарить. В общем, все будет на ваш суд, ребята. Но это в следующем моем ролике. Если вам интересна такая тема, напишите мне тоже, пожалуйста. А на этом я буду заканчивать свой домашний прогулочный ролик. Всем всего хорошего, мира и добра. Пока-пока, мои хорошие.